Астана Моторспорт Денис Игнат, наверное, я думаю, будет правильно, если мы со всеми телезрителям вас сначала поздравим с этим замечательным событием. Для всех поклонников подобных видов спорта, ну и для всех болельщиков, наверное, Астана досрочно стала победителем Кубка Мира по ралли-рейдам. Совершенно верно. Это круто. Это уровень. Это новый левел. Наверное, для всех любопытных, для тех, кто наблюдает за вами лично и за всей командой, и хотелось бы узнать, как каждый из вас пришел к подобному виду спорта, в автоспорт, еще в такой экстремальный вид спорта, как ралли-рейд. Ну, для меня это началось несколько раньше, чем для Игната. В этом году 16 лет. Как мы в этом виде спорта, как я в этом виде спорта. Начиналось все с трофи-рейдов. Многие знают джиперов, которые здесь месят грязь на Сайране. И мы тоже прошли эту школу. Просто с течением времени задачи для себя ставились иные. И с 2007 года мы стали ездить не только в трофи-рейдах, но и в классическом ралли, в ралли-рейдах. Вот специализация последних лет – это именно участие в ралли-рейдах. Последние три года в составе команды «Астана Моторспортс». Ну, явно не все так просто, да, во время соревнований, во время ваших гонок. Вот какие сложности можно вспомнить из последних гонок в Марокко, например? Когда мы отправлялись на гонку в Марокко, мы были там уже неоднократно в предыдущие годы, на этапах Кубка мира. Задача этого года была просто финишировать, потому что, в общем-то, наша победа, она была определена не на гонке в Марокко, а на гонке в Польше, которая состоялась в конце августа. Всю летнюю серию мы практически выиграли, и это нам дало необходимый отрыв по очкам. В Марокко ехали только за недостающими тремя очками из 75, для того, чтобы выиграть чемпионат. Но в Марокко в третий раз так просто не далось, но гонка не далась именно по технической составляющей. Я думаю, это вопрос времени, но в целом задача минимум, да и, наверное, задача максимум этого года выполнена. Из 10 гонок мы проехали 9, 9 была в Марокко, 10 будет в Португалии, туда мы уже не едем, просто ни к чему. И чемпионат выигран. То есть уже свысока, уже ни к чему. Да, уже так, мы уже чемпионы. Но на самом деле, наверное, рассказываю так, все легко и просто. А как ваши родные, близкие переживают вообще вот ваше отсутствие, когда вы на этих соревнованиях, когда вы в пустыне, не знаю, когда вы преодолеваете какие-то трудности, ломаются машины и так далее? Да вообще нужно подчеркнуть, это экстремальный вид спорта. Экстремальный, да. Ну, если привести в пример хотя бы один случай, в этом году на самом серьезном марафоне мира, это Дакар, всем известный. У нас был неудачный опыт участия и у нас был на второй день сход. Так как мы находились в зоне, в которой, ну, невозможно позвонить иначе, как по спутниковому телефону. И, ну, около полдня мы боролись с автомобилем, чтобы хоть как-то вытащить его хотя бы на зону асфальта. Вот. От нас не было никаких вестей, также от официалов не поступало никаких данных, всего остального. Ну, так же, как наша вся команда, наши все родные были на иголках, что мы, где мы, что с нами, куда делись, живые вообще или нет. Потому что, ну, погиб человек буквально там через день или два просто от жары, от того, что у него сдал... Невыносимые условия. От того, что сдал организм. Ничего. Это польский мотогонщик. Ну, об этом говорили во всех новостях. Ну, исходя из того, что это действительно смертельная гонка, все были как на иголках. Ну, потом мы нашли возможность, позвонили по спутникам, сказали, все нормально. Это было посреди ночи. Ну, все успокоились. Я бы не отпустила, но честно. Ну, в каждом спорте должны быть свои герои, в экстремальном виде тоже. А в чем заключается вообще задача штурмана? Ну, когда давным-давно я сел в штурмовское кресло, мне казалось, что работа штурмана начинается с точки старта. То есть необходимо показывать дорогу, считать направление, считать дистанции и координировать движение пилота, потому что движение машины очень быстрое. Я так понимаю, штурман отвечает за навигацию всего движения, да? То есть, ну, как в машине есть навигатор, который говорит, что через 100 метров вам нужно на светофоре повернуть направо, чтобы доехать до супермаркета. То же самое делается с помощью... Здесь все бюджетизировано. Да. Здесь это как живой прибор, который там все должен высчитывать и так далее. Ну, получается, что вы должны понимать друг друга с полу взгляда, с полу слова и быть настоящими большими друзьями, значит... Есть, есть, иногда бывает и без слов. Есть условная азбука, которой необходимо владеть, чтобы все было быстрее и понятно. Счет идет на секунды, и там что-то не расслышал или что-то не то сделал. Это насколько должен быть сосредоточен и собран штурман, чтобы вот... Дресик экипаж. ...до 100% точности, это подножко очень важно. А вдруг вот накануне повздорили, кто-то с кем-то был не согласен к какому-то вопросу. А здесь нужно собрать... Швырнул роутбук, вышел из машины и ушел. Вот так, да? Где-нибудь посередине сахара, да? Да. Бывает, но здесь... Обиделся. Здесь это все нужно отодвигать в сторону и отработать на все стороны. Слушайте, важные события гонок, а в особенности, чем вы занимаетесь... Потом можно драться. Чем вы занимаетесь вне своих, скажем так, автогастролей, мы узнаем совсем скоро, сразу после сюжета, который посмотрим вместе с нашими телезрителями. Ну что ж, возвращаемся в нашу студию. Денис Березовский, Игнат Фальков, пилот команды и штурман команды «Астана Моторспорт». Еще раз наше поздравление. Самый главный, конечно, интересный вопрос для всех болельщиков. Это, как вы уже говорили, самое серьезное из вашей профессии, это географическое расположение. Это ралли Париж-Дакар. Расскажите, пожалуйста, об этих сложностях, о условиях. В конце концов, как у любой команды наверняка есть какие-то минусы, недоработки. В чем заключается вот этот ключ системы, почему раньше не побеждали? И что на этот раз... Мы не побеждали? Да. Ну почему? Наша команда побеждала в 2012 году. Экипаж нашей же команды в составе Артура Ардавича, Алексея Кузьмича и Нурлана Тулубаева заняли третье место на грузовике «КамАЗ» в этом престижном супермарафоне. А есть какая-то ахиллесова пита вот у команды, которая, может быть, не позволяет выиграть каждый год? У нашей? Да. Ну, само по себе подразделение «Астана Моторспортс», оно создано не так давно. Всего три года мы существуем в составе ППСК президентского клуба «Астана». Все только начинается, и, в общем-то, есть очень неплохие перспективы. За три года, получается, достижения очень приличные. Ну, мы не новички. Мы ездили и раньше с хорошим результатом. Просто сейчас мы это делаем в составе команды, и для команды это очень большой успех. Ну, и, наконец, для всех наверняка любопытно. Как вы уже сказали, девять гонок в году – это серьезная цифра. Мы уже обсуждали с вами, что по возвращению после первой гонки вы готовитесь к следующей, и так весь год у вас проходит практически в работе постоянно. В серьезной, экстремальной подготовке, в тренировках. А вне гонок, вне своего увлечения, вне своей работы, вне профессии, чем вы занимаетесь в жизни? Работой, семьей. Ну, есть какие-то хобби-влечения еще, помимо автомобилей? Есть. Много хобби. Есть дайвинг, есть сноуборд. Ну, тоже все. Есть квадроцикл. Спокойный. В любом же спорте есть какой-то возрастной, скажем так, ценз. В вашем виде спорта, когда уже можно уходить на пенсию, скажем так, именно в спорте? На пенсию. Ну, судя по тому, как рядом гоняет шлисер, которому за 60. Даже так? Конечно. Ну, пока у тебя есть способность управлять автомобилем, пока ты физически к этому готов. Ну, а адекватно, когда ты расстреливаешь ситуацию, приходишь. А как говорят, глаза за что-то нет. Главное, как говорится, сердцем не стареть. Я думаю, это может быть прекрасный совет для всех тех наших молодых начинающих автогонщиков. Этот вид спорта набирает обороты, и мы надеемся и уверены, что достаточно успешно, учитывая ваши достижения за последние хотя бы три года. У нас есть маленькая традиция, очень приятная, безумная. Все наши гости несколько дарят пожелания нашим телезрителям, так что от вас им будет тоже приятно услышать. Пожалуйста. Мы хотим пожелать только удачи на дорогах, а для тех, кто соревнуется на автомобилях, всегда быть на финише. Побед в жизни, и чтобы вокруг все всегда было на позитиве. Спасибо вам огромное. Вам огромное спасибо. И удачи. Спасибо вам. Денис Березовский, Игнат Фальков, команда «Астана Моторспортс». Ну и, наверное, вам тоже. Если в городе, то всегда зеленый свет, а если в работе, то только победы. Дарите нам ее побольше, и мы будем за вами наблюдать всегда. Спасибо. Самое главное, берегите себя. Да, берегите себя. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Жена Кунг». К сожалению, нам приходится с вами на сегодня расставаться, но день только начинается. Да, мы желаем всем плодотворной недели. Ну и, конечно же, работайте с собой и побеждайте каждый день. С вами были Светлана Каковиница и Алан Черкасов. Всего доброго. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok